Как мог бы выглядеть Новосибирск? Архитектуру советского модернизма представляют в Центре культуры ЦК-19. На экспозиции фотографии проекты зданий середины 20 века. Где их можно увидеть сейчас, а какие задумки так и не воплотили в жизнь? Об этом можно узнать на экскурсии. Проводить их будут в форме диалога. Подробнее Анна Буянова. На стенах Центра культуры ЦК-19 фото и проекты жилых массивов и общественных зданий. Часть этих сооружений в советское время оформировала облик городов. Некоторые так и остались на бумаге. К примеру, эти здания архитекторы рисовали для новосибирского колхоза. Но на строительство денег не хватило. Есть проекты, которые реализовали не полностью. Николай Кузьмин, он сделал проект коммуны. Проект коммуны Кузьмина для 5 140 человек. В коммуне, она выглядит вот так вот, как автономный железобетонный комплекс. В коммуне все довольно жестко регламентировано. Имеется в виду, что есть семейные блоки, есть блок для неженатых. Дети воспитываются отдельно. Беременные женщины помещаются вот в этот блок. Ясельные дети помещаются сюда. Соответственно, школьные дети помещаются сюда, подростки сюда. И они как бы вот так вот растут. То есть каждый из блоков, учитывая специфику возрастной, их потребности. Проект Кузьмина стал образцом строительства студенческих городков. Его яркий представитель – квартал Кимеровского госуниверситета. Отголоски советского модернизма есть и на улицах Новосибирска. В основном на Красном проспекте. Это оперный театр и магазин синтетика, здание строительного института и театр «Глобус». Есть и на экспозиции чертежи изначального проекта Новосибирска. На них город похож на Париж. Почему планы застройки изменились, новосибирцам расскажут на выставке. У нас будут не экскурсии, потому что, ну, как бы, сейчас, в принципе, нельзя там большое количество людей собирать, да. И у нас появился вот во время пандемии, мы освоили такое новое направление для нас, называется медиация. Медиация построена на диалоге. На диалоге медиатора и тех зрителей, которые пришли. То есть он задает какие-то наводящие вопросы. И в процессе вот этой дискуссии, обсуждения, как бы, происходит у них, у зрителей самостоятельное осмысление выставки. На то, чтобы обойти все залы и проанализировать выставку, нужно несколько часов. Экспозиция масштабная. Это исследовательский проект кураторов из Армении, Нью-Йорка и Австрии. Организаторы Гёте-института в Новосибирске. Его представители уверены, история советского модернизма и немецкой архитектуры связаны друг с другом. Они не идентичны, но, конечно, взаимосвязаны. У модернистской архитектуры много разновидностей. Кстати, Баухаус, это высшая школа строительства и художественного конструирования в Германии, пригласили в 20-х годах прошлого столетия делать проекты жилых зданий в Советском Союзе. Правда, индивидуальные особенности между нами все же есть. Выставка «Город» с завтрашнего дня в ЦК-19 будет работать до конца января. Стоимость билетов на экспозицию снизили в два раза. Анна Буянова и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok